здравствуйте друзья у нас сегодня в кабриолете известная многим блогерша известная не только многим гражданам но и многими своими достижениями блогерша из флориды наталья квик сегодня да наташа сегодня мы с натальей окажемся вместе на уроке по эзотерике значит оказавшись в америке помни об эзотерике вот такой стишок потому что наташа она может сказать оторвана от семьи от влажного флоридского климата и она конечно не чувствует себя тут дома и может быть стресс есть какой-то стресс от того что вот ты понимаешь что надо скоро работу искать тут не страшно работают не то что наверно страшно на пала знаешь стресс есть другой то есть поле понятно деятельности другую и чувствуешь а как то тебя от этого конечно который отряхина то а если тебя страх какой-то думаешь вот сейчас допустим вот сейчас как пойду как не найду никакую работу все меня как засмеют вот не так такого нет я не боюсь и знаешь я ж не 1 ранее ни один человек на свете кто что-то пробовал и не получится или наоборот получится да конечно я склоняюсь к тому что получится но страх конечно есть и я дальше расскажу ты конечно если бы это произошло что вряд ли произойдет ты бы конечно очень палат порадовала тех лузеров которые ничего в жизни не пробовали просто потому что они боялись что у них не получится это конечно самая страшная жизнь самая страшная судьба это вот такая гады настолько боялся что у тебя не получится что даже пробовать не стал как кошмар ты знаешь миш я уже сделала самый большой шаг своей жизни я попробовала переехать из страны в страну до после этого уже не страшно ничего а что здесь так но как жутко здесь ты скажи нет просто сложно переезжать из страны в страну это другая культура другой язык даже из города в город трудно переезжать а тут из страны в страну но когда-то я сделал этот шаг и поэтому я не боюсь ничего но немножко как тебе сказать опасаюсь так скажем да что что-то там может не так пойти но естественно живой человек знаешь что наташ я подумал может быть нам для наших студентов сделать майку на которой сзади будет написано партнов компьютерском а здесь будет написано кивей наш как нравится здорово ну будешь такой ходить или знаешь так для женщин специально на одну грудь кивей на другую наш друзья если кто-то предложит дизайн давайте мы его реализуем но только так на приличном уровне чтобы не теряйте потому кто сделает дизайн 10 маяк и американский флаг 1 флаг подписаны остальные а ну да флаг 1 маяк здесь ну короче затеемся к тому вопросу который ты меня сейчас давай почему я немножко опасаюсь потому что во флориде то есть там где я живу ну как бы это общеизвестно не так много работ как в кремниевой долине правильно и вот из-за этого немножко я опасаюсь что если я пройду где-то интервью и не так то я вроде как обратиться к ним уже не могу поэтому вот чего-то бы да и я хочу потренироваться настолько хорошо что прохождение интервью вот это меня вот этот момент меня немножко беспокоить так тебе надо тренироваться в прохождении интервью в таком месте где ты не живешь да я буду вам посылать нью-йорк перефразируя известную пословицу можем сказать не тыс не не интервьюируйся где живешь где интервьюируешься можем так сказать все немножко меня это беспокоит я думаю об этом конечно и я думаю что ну то следующий этап но во всяком случае у тебя нет как бы ощущение что вот ты можешь показаться в компании и не знать как тестировать или вот что так уже прямо сейчас на практике кстати у меня очень многие спрашивают про практику но мне кажется тест кейса у меня уже лезут из ушей и из носа то есть мы пишем очень много сейчас тест кейсов тест кейсом жечь сердца людей а баг репорта мы сегодня нас его если ты помнишь нас такой студент если не буду на фамилию говорить он нас всех сегодня посадил и учил джави студент а он откуда знает все хорошо знаю так ты усекла джаву у него фамилия такая но потом тебе скажу а вот но мы сегодня только начали он сказал мы продолжим обязательно и ты знаешь очень даже хорошо нам объясняет у него отец очень хороший а девелопер программист поэтому передается по наследству не знаю что есть люди которые пробивают я угадал да это нормально у нас есть такие студенты с такой фамилии я что я чисто балды сказал все товар да таки да есть да я лично не знал вот как мы его похвалили то мы не будем сильно переживать ладно так ты теперь из джавой у нас а ты смотрел интервью вот я с парнем из перформанс лаб с димой три серии у меня было интервью я поняла что он работает сан-франциско хорошая компания нет он из россии но он приехал на месяц в командировку а он из россии но на всяком случае он занимается автоматизация очень интересно рассказывал про автоматизацию ну хорошо друзья мы сделаем небольшой перерыв примем на грудь кофейку и продолжим наташа вот мы выпили горячего шоколаду хорошо выпили до горяченьким по телу разошлось у меня к тебе вопрос такой чего ты ожидаешь вообще от вот посещение нашего гуру григория вот чего ты думаешь что эзотерика может изменить в твоей жизни я надеюсь немножко меня как-то введет куда вектор как ну знаешь ведет меня немножко успокоительная такой зону потому что после того как вини уехал я думаю что мне будет лучше а мне стало хуже и я скучать по нему стал больше но ты не чувствуешь что может быть какие-то чужие энергии проникают в твое энергетическое тело может быть тебя вам перед может быть это так называется я честно говоря не знаю поэтому я слушаю тебя каждую неделю про эту эзотерику а я что-то говорю на тему ты говоришь что они там очень помогают я говорю что я поехал на урок это все что я говорю нет почему ты же показывал там всякие это я мам сын показывал ты мне показывал руки помнишь ты чувствуешь и ты помнишь или не показывал давай уже были сейчас нет я сейчас сейчас мы едем концентрировать я не знаю какого-то чуда я ожидаю да на самом деле если ожидаешь чудо так оно будет а если ожидаешь какую-нибудь тряпик будет дрянь чудо оно в сознании ожидающего я тебе скажу другое вот ты посмотри например чудо это то что редко бывает вот например если ты посмотришь на цветок распускающийся да или вот скажем заход солнца или восход солнца если бы восход солнца был в нашей жизни с такой же частотой как я не знаю когда затмение солнечное то весь мир весь мир собирался бы смотреть на восход солнца все бы фотографировали снимали и говорили бы какое чудо а поскольку она каждый день происходит так и вроде чудо никакого нет вот ребенок родился где чудо ребенок родился но все равно для меня это чудо для меня чудо то то что я попала сюда в школу в твою допустим это чудо потому что как-то уже не ожидалось этого жила и жила каждый день раз вдруг и куда ты попала слушаете какие-то какой-то те чистушку сочинял я помню да ты частушку мне классно сочинил у меня сейчас единицы знаете было настроение и что-то мне говорит значит блогерша известная где-то сочини про меня частушку он как-то камни стих сочинил я тут же набросал знаете как-то муза посетила в этот момент я чё-то набросал красиво и такой стихотворение ничего не помню она сочини про меня и венюшку но он такой красиво защищенил я вас я его сохранила нам надо обязательно как-нибудь ты что-то прочитал да читаешь хорошо правда но я даже не знаю пели со светой конечно это просто я не ожидал видео видео было чудо послушно моем канале пока что то как мы поем понимаешь это но святых выноси и они родные у кого нет там было очень здорово и я говорю что на твоем канале вроде так как пел она меня так она ли тебя оба стороны бегать мы больше с содержанием берем вот тебе понравилось глубинная философская песня про букашечку про букашку тебе понравилось и кашечку он в землю закопал ты писаешь вот этот трагизм а потом когда вы пели коммунистическую песню а вене думал что это про любовь потому что музыка была такая красивая когда я пришел на эту землю уговорить никто меня не ожидал ну она не душевная коммунистическая поэт коммунисту по бы не руда ну что красавица пошли за чудом вперед ну что книжку ты успеешь показать ты скажи как на тебя подействовала эзотерическая сила нашего гуру ну вот мы пришли к григорию так расскажи и а я что в это время делал ты знаешь а михаилы куда-то отвели похрапывал немножко но я там в сеансе таком индивидуально а мы разговаривали с григорием и он мне объяснял как устроен наш организм что у нас есть два тела энергетические энергетическое физическое ты прочувствовал этот момент про оболочки которых 7 да ты что но я не слышал как бы в этих оболочках копится вот эта вся энергия негативная приобрела я книжечку которую буду читать потихоньку но там на самом деле упражнение спорта упражнения и конечно он сказал что если будут какие-то вопросы сразу к михаилу бегом когда уже уедешь я могу с вами по телефону скажи мне вот но он все-таки тебе такие-то пасы там сделал да он что-то немножко так сделает это меня кольнуло и от начала было тревожное состояние потом ушло или как ты знаешь я с тревожным то не приехала вроде днем там не она не больно тревожное у меня как-то она вечером начинается а вот но все равно так какой-то не знаю грустить было он что-то там такое раз и я сначала думала у меня кольнуло сердце я так и почувствовали а я думаю ничего себе так это он что ли нет что-то какое-то улучшение это произошло или может ухудшение что-нибудь и он мне говорит вот это вот состояние которое сейчас видите сколько времени до 626 20 до вам нужно вернуться к этому состоянии говорит то есть он говорит запомни запомни это состояние сказал он тебе и следующий раз короче будет неважно ты скажи 620 и вспомнишь это состояние вообще никогда никому не так не обращалась и он говорит какие у вас вопросы даже не на какой вопрос задать понимаешь но вот очень интересно это все я наверное буду я не знаю если у нас эзотерика такая во флориде там эзотерика всюду есть значит мы на самом деле еще на урок пойдем просто мы сейчас заехали к нам домой полчаса между моим сеансом у меня индивидуальность между моим индивидуальным сеансом и уроком на который народ соберется значит полчасика у нас есть мы пойдем я не заят я должен вообще покушать или на как ты ты кушаешь да я как-то не хочу кушать ну а мне нужно то что я зависеть один раз только кушал пока скажи куча светлана так без команды хорошо значит делаем ну что друзья бы перекусили у нас дома вкусненько очень нормально нас было подкрепиться и сейчас двигаемся на уже семинар семинар занимает полтора часа где-то мы с 7 30 до 9 там занимаемся и ну там всякие медитации всякие упражнения делают мне говорят расскажите я не хочу и не могу этого ничего рассказывать потому что это нужно быть внутри внутри системы чтобы понимать но твоя задача сейчас очень простая ты просто смотри да смотри участвую как можешь мне не пытайся себя заставить что-то делать я самом деле очень благодарна тебе конечно что ты меня взял с собой а что ты что-то уже почувствовал такой или просто веселуха такая здоровья почему не весел не веселуха а именно вот какая-то у меня надежда и я всегда если верим я всегда если я верю то мне помогает надежда чего ну что мне легче будет что мне будет веселуха внутри потом ну есть такие люди они как по природе беспокойные а вот он разговаривает на со мной сегодня какие-то глаза такие бездонные это с виду он собой разговаривает он параллельно тебя энергетически очистяет там может быть но только с разрешением можно так просто нельзя вот поэтому ты ему говоришь помогите мне доктор помогите мне вот первый раз и всю дурную энергию из тебя выпустил чувствуешь хотя я тебе скажу вот тебе чё тебя дурная энергия у меня там комментарии идиотские люди пишут я постоянно каждый день там я его и спросила откуда это все берется он говорит это не из-за того что у вас там что-то плохо где-то это от того что организм вот в этих оболочках не очищен она накапливает вот эту энергию ее нужно чистить но это правда если не чистить то от ерунды а чего депрессия допустим у тех миллионеров актеров и акт актрисах там у них очень у них очень интенсивно все хорошо есть поэтому я раньше думал что депрессия того когда если плохо у тебя денег нет тому же не оказываться нет люди у которых есть деньги не значит что у них там есть все остальное к деньгам то есть у них есть некоторая свобода связана с деньгами но все остальное или есть или нет или есть семейное счастье или нет или есть любовь или нет или есть дети которые тебя радуют или нет это все я с одним таким практикующим даже не знаю как его назвать он вообще рейки мастер по рейке и там всякие разные дела делал из лос-анджелеса и он говорит боже он говорит миша в каких я дворцах был и какие несчастные люди там живут я верю знаю это да но мы наверно поздно все пошли не на выходной здравствуйте друзья мы продолжаем вечерний наш репортаж и наталья поделись . поделись как ты наизотерилась то миша я вообще я честно говоря не верить в это ты понимаешь я не верила во что борьбы память шарю тебя люди слушают я не думала что вообще на самом деле так можно с первого раза увидеть этот свет и мы проходили понимаешь я боюсь неправильно рассказать не важно ты расскажи субъективно вот это высвечивание твоего энергетического и физического пространства ну конечно меня шокировало потому что на самом деле ты почувствовала света другие я почувствовал света не только свет вот какой-то жар до людей и причем мы же были в паре с тобой потом молодым человеком с этой девушкой жене и я не помню и каждый каждый человек мне давал разного уровня тепло и разного оттенков цвета и очень-очень яркий вот я видела свет у третьей девушки хотя говорят что с третьим человеком там чем больше чем больше людей ты больше раскочегарилась у тебя восприятие становилось и мне более чётким и так как я новенькая была я конечно старалась молодой человек мне говорит подожди ты поосторожней ты слишком сильная давила давила на меня давишь на меня и говорит но я как-то так успокаивалась и вот теперь хорошо и вот это вот конечно он очень и очень мощный я хочу поправиться я не ведь не то что не верила в это я не верила в то что я сперва за смогу это сделать почувствуешь почувствовать и конечно было очень здорово мы пробовали несколько раз я я там коже что-то и пытался показывать и как и наташа не очень чувствовала вот есть люди которые сразу прям бабах а наташка течет не чувствую ничего я вот тепло чувствовала от руки твою кадру рука к руке помнишь ты так делал да такой а вот освещение я как-то не видела может быть я не концентрировалась достаточно вот здесь но хорошо с точки зрения вот может быть так давай скажем самочувствие потому что и для меня например вот это все это не элемент познания мира вот я я не познаю мир вот через это я использую это как чисто как инструмент для того чтобы самого себя приводить в более такое спокойно и уравновешенное состояние потому что жизнь такая нервная и даже у нас студенты со всех сторон и у каждого свои там проблемы и надо все это вникать брать на себя поэтому для меня это как бы инструмент приведения себя в порядок не независимо от как бы научности и объективности этого всего то есть абсолютно субъективно и там допустим я не знаю внушение ли заво внушение мне без разницы мне мне существенно что все-таки я лучше себя чувствую у тебя было чуть-чуть у меня такое ощущение что у меня тело без костей вот такое сразу было ощущение и голова у меня была такая знаешь как из костей нет не без костей так как кружилась немножко сначала я вот этой девушке я на я говорю у меня голова как будто кружится на год вот оно так и должно быть говорить нормально такая как это слишком легкая голова знаешь как кружится вот но потом когда мы посетили он так у меня такое радостное настроение сейчас а у тебя бывает когда у тебя чесалось где-то за ухом не было такого не было но когда знаешь особенно яркий свет я смотрю видео когда я говорила мое пространство подожди ваше пространство в моем пространстве освещаю не 33 до 3 шагу там было четыре шага в этой зеркальной медитации было четыре шага когда я это сначала здесь не освещала а когда вы свежего свое пространство там было очень ярко я просто на втором шагури на четвертом это был последний шаг 4 как я сказала я заканчиваем это очень сильно это самый сильный этап 4 когда там просто все как салют в кремле служит оба уровня вся конечно это очень здорово ну что же в этом я обязательно приду в этом есть какая-то вот основа ты считаешь объективно или ты все такое очень субъективно и как бы и надо в нем пытаться на искать объективную или как-то воспринимать я даже не знаю как тебе ответить на это честно говоря потому что урок первый но ты знаешь у меня очень положительные эмоции как модель я могу любую абсолютно любую модель принять и использовать это не значит что эта модель объясняет реальный мир но в той мере в какой это модель позволяет решать какую-то задачу я как бы с удовольствием ей пользуюсь без того чтобы распространять это человечество прям чудеса сейчас на слово есть есть люди с предрасположенностями к этому делу у меня всегда были знаешь я просто когда григорию попал у меня впервые по-настоящему это дело все заработало то есть вдруг я понял что я могу и это и это и это света мне сказала сегодня говорит когда он уезжал на три недели миша было очень плохо ну потому что помимо того что мы разделируем на урок раз в неделю вот то что мы перед уроком с тобой там были пока он с тобой разговаривал у меня идет индивидуальный сеанс да это хорошо и я я не говорю я сам себя почищу а я говорю григорий давай мастер давай ты меня почисть я хожу раз неделю с тем чтобы вот снять какое-то напряжение там конфликты которые накапливаются и так далее все но я думаю что тебе конечно не нужно останавливаться тебе нужно ходить ходить и ходить каждый это вообще здорово прикольно прикольно я как бы честно говоря сомневался я я долго не хотел наталью ввести туда она мне говорила возьми меня я тоже предлагал уже раньше я не поехала вот а тут я говорю возьми меня потому что я как бы наверное хочу попробовать им не очень ну может быть ты захотела пойти просто скучно было ты не знала чего вечером делать думаешь пойду-ка я вот схожу на мероприятие уже начинается я предполагаю не да но я раньше тебе понравилось принципе скажи а вот в том что ты делаешь у нас тут и помимо того что ты от дома оторвана есть какие-то другие факторы к такие депрессующие ваши многие думают как каково вот это да взять куда-то поехать ты знаешь вот когда я приехала в первые первые дни первой недели первый даже месяц да она не было тяжело вот так то есть какое-то все было новое и воспринималось это как отпуск и вроде как люди новые конечно люди до сих пор они меня окружают очень хорошие но дело в том что я себя чувствую как телена которого нает мамы то есть знаешь значит ну еще вот я ищу мужа своего ищу сына своим еще тех людей которые с которыми я жила всю жизнь то есть тебя как бы выдернули сейчас не хватает то есть когда человек уезжает в отпуск он как вроде первое время хорошо а потом начинает скучать да а это у меня уже затянувшийся такой отпуск слушаю здесь же skype есть телефон конечно нет скайп телефон он есть потом знаешь когда учишься работаешь потом знаешь все что я сейчас учу и пытаюсь делать это не то что я когда-то вообще делала в своей жизни правда и мне очень трудно все равно моим мозгам очень трудно это все воспринимать хоть они и принимают это с боем но принимают и конечно это забирает очень много энергии а потом домой приходишь вроде и нет родных людей девочки метод таких вообще у меня хорошая семья в неже но это же у них своя семья у меня где мы себе немножко нагнетается чуть-чуть каждому хорошо а если ты будешь например просто все свободное время заниматься например слушать видео читать книжку это тебя не будет отвлекать от я не буду занимать если вот у меня так вот грустно мне ничего вообще в голову не идет я не могу не заниматься не слушать никаких лекций мне вот что-то надо вот сделать такое чтобы не было легче и вот один раз мне было вот так помнишь такое у нас видео было где ночевала блогер я позвонила помнишь с ларисе чайки говорю мне плохо мне просто надо было уехать что-нибудь сделать чтобы мне было легче вот такие вот моменты бывают они бывают у каждого и я уверена что любой человек который семьи приедет на три месяца будет переживать таким вот пока ты во флориде вот последние там сколько лет 78 там у тебя не было такого только здесь у меня было такое первые три года первые три-четыре года когда я приехала из россии да потому что совсем другая среда а потом когда из штата в штат переехала там абсолютно по-другому сейчас я же как бы молодожен ну да ты понимаешь бедовый месяц твой мы хоть и живем долго но у нас такая любовь то очень сильно поэтому очень тяжело без нее находиться я согласен я я наблюдал очень трогательно очень трогательно когда вы вместе так я просто рада вот ты у меня здесь есть такой другой какой сюсю мусю тебе хоть можем плакаться в плечо знаешь но я на самом деле сильно занятой по времени то есть моя хочу еще найти надо можно иногда позвонить можно позвонить да так чё там у тебя на канале происходит расскажи что происходит на канале на канале у меня не было видео три дня наверное я как как частоты обычно я делаю каждый день может одно видео часто я не делаю у меня не получается как-то знаешь когда не чувствуешь себя хорошо и видео не делать не хочется а бывает настроение плохой думаешь не буду делать злое получится получится никакое и скажут что там снимала и нам не интересно вот и сегодня вот я сняла как я ехала на работу на автобусе три минуты буквально того чтобы просто сообщить что я жива-здорова вас не забыла вот это очень важно не как бы так радуется как я вот чего только не понимаю пуск объясни мне пускай по тебя на канале никто это не видно просто или ты удаляешь сразу или фильтры снимают но вот где вот где уроды которые пишут гадки я даже клянусь тебе у меня нет у меня нет этих комментариев у меня я не скрою у меня забанены те которые писали матом и оскорблениями в самом начале ну сколько у тебя таких ну может человек 20 25 вот и все у меня не пишут у меня за полторы тысячи забанены да откуда ты взял а я не знаю откуда наверно или там больше нету как-то я не знаю вот сейчас скажу так напишут наверное скажу что это хорошо пусть напишут их забанишь слушай а чем кончилась история вот с этим странным человеком который ходит и пиарит свой канал всюду пишет идиотские сообщения привет там всем привет да он мне тоже кстати кстати написал я его спросила я говорю вот вы пишете на каждом я посмотрела причем в google посмотрела что он на каждом канале у каждого блогера пишет одно и то же привет я ему пишу как-то это вас дискредитирует что вы пишете вот это одно и тоже тем более у них какая-то подписка и у него очень много подписчиков по сравнению со мной это в два раза он мог бы на самом деле тратить время на то что мы своим покажем что я не боюсь себя дискредитировать а что-то такого страшного я тебе отвечу почему я я посмотрел его чем там видео снимают дискредитировать себя больше уже невозможно сказал мне что никуда уже больше чем такие видео как он делает он безобидно пишет привет но я так понимаю что он не смотрит видео просто даже не безобидно он это называется раз память он это делает с целью продвижения своего канала что кто-то кликнул там на его эту помощь я просто не думаю что это сработает продвинуться вот именно так я не понимаешь это безусловно работает в какой-то степени ну конечно иначе бы на этого не делал и я думаю что значительная часть его подписчиков она так и набрано если бы к нему подписчики шли в результате того что у него канал хороший понимаешь ему не нужно было бы тратить столько времени чтобы ходить там мне так не написать под каналом привет заходите ко мне на этот вообще не написать поэтому это на самом деле о многом говорит так что ну что же давай мы с ребятами то попрощаемся и закончим приятно со всеми с вами поболтать на мишином канале так как давно уже меня не было я думаю все ваши уже отдохнули от меня все ребята счастливо